всех приветствую на своем канале если вы любите аниме или эйфорию или всяких фликов ну или вы просто любите меня я конечно же тоже люблю вас в таком случае то оставайтесь со мной это видео будет посвящено моему впечатлению от выставки аками которая вчера проходила в ярославле стрим 17 точнее с трех до короче до пяти в старом городе где-то там районе большой октябрьской если я ничего не путаю в общем ярослав короче узнала я не где-то два месяца назад свои 32 человеческих года ого столько не живут да можете там поплеваться в камень ты разрешаю что же он запретишь в общем я впервые узнала про такую выставку что она проходит ярославль и как оказалось она аками проходит ярославль не в первый раз в общем мои впечатления и мои мои ожидания немножко различались я ожидала учитывая что за несколько там буквально часов дней но до отъезда в ярик я смотрела аниме было на 5 серии где-то там на середине так все и нахожусь если посторонние звуки вдруг слышите это у меня кот на табуретке по столу шарахаться в общем смотрела я наверное это даже подтекст не знаю куда полез в общем есть у нас бета в команде она периодически о чем-то таком пишет по флудилку и есть какое-то аниме и манга который так поняла ей нравится и в общем я внезапно вдруг методом тыка увидела где-то что-то и на смотри аниме сайт такой залезу стал смотреть я требую его я в общем на самом деле я стилей я его и в аниме не люблю но могу посмотреть если уж совсем там типа гравитации в общем посмотрела я эту я требую его я кажется 4 серия где там про камикет вот у меня залез на окно и полез на стол а я тут сижу и снимаю надеюсь он мне ничего там не свородит сейчас пытается попить компотикой с чашечки моей короче кот напротив меня через фотик в общем там был такая серия как люди прутся на камикет и там куча 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 народу но в общем куча-то народу была в общем мы как девчонками встретились получилось так что я собиралась одной но в результате получилось что пошла с аленкой и настей лукьяновой ну или лены снегиревой естественно и в общем они сзади что-то там тащатся тащатся уже восемь минут как открылась выставка у меня такой уже мандраж думаю блин вот придем там уже все что я хотела раскупят естественно как обычно бывает на нормальных аниме выставках по крайней мере как я смотрела в аниме ну или там где-то считала до отзывы и вот мы приходим все-таки они мне типа и иди вперед у меня как неудобно я конечно могу вперед уйти но в общем мысли так на небольшом расстоянии друг от друга дошли все-таки зашли и вот с одной стороны слева налево пойдешь к черту попадет до слева у нас пчелы выставка меда справа нас собаки не люблю собак и посередине такое что-то непонятное решила что-то вообще какой-то ну склад распродажа какой-то рынок не рынок чтобы чем мы даже таким сравнить ну знаете вот свалили в кучу непонятно чего и там вот такая совсем совсем дешевая распродажа непонятного барахла и люди там скопились и я туда заходим вдруг я понимаю что это она и есть вот это вот они мы выставка ярмарка то куда я так рвалась целых два месяца и значит с одной стороны он там в общем при входе вот такие тетрадочки продают тут такой мальчик значит то все я подхожу я же ехала за мадукой да вот начнешь редачить вспомнишь что тебе аниме нравилось а потом еще больше общаться с мальчиком который в команде да еще и мадуках вам бомба рожаться мягко да я спрашиваю у вас есть тетрадок с мадукой ну мальчик продавец сказался на редкость там два человека из всех продавцов у которых я спрашиваю два человека только примерно представляли слышали знали что это наверное какой-нибудь аниме или там манга или что-то с чем-то вот как-то с этой выставкой может быть вот мы тут три часа все разбирали не знаю может это что-то есть и типа у меня нету но идите посмотрите найдете в результате и когда я поняла что этого счастья вообще нет я значит думаю а тетрадочку я хотел потому что я такая ленивая фря тут две недели вообще в свой телефон то у меня в комнате свою приложеньку зайчиком с японским не заглядывала из-за театра и вообще болела это все 5 10 но в общем не на тетрадку под мои японская изучающие нужды да я там самом еще начали где-то на алфавите в общем я смотрю советую советую на нас даже двое глянулись а я не знаю глянулись потому что ужаснулись его мама такой аниме есть ли все эти люди такой говорят короче каме самое очень приятно бог я в упор не помню как зовут этого чувака с ушками я помню шел и селок но я с него дико перлась кто смотрел аниме можете в комментах не напомнить потому что ну да я склерозе это хорошо что вообще запомнила название аниме у меня наш японец ругал что я название не запоминаю есть такое в общем вот такая прелесть 50 рублей удовольствие там были по 50 рублей там можно было блокнуть по 40 рублей взять еще что-то такое но нигде не было на другим бумага такая средненькая сколько листов совершенно без понятия но тут руками . орк или вконтакте оками еще или оками магазин аниме магазин вот такое чудо ну я надеюсь тут видно надеюсь мне в этот раз середину головы не срезало еще лисичка нарисована ну и соответственно эти иероглифы японские дальше знаешь там еще где-то походили походили да там еще девчонки под конец мне сделали такой подарок видать но я так поняла этому что стою так это завороженная над столом где пакетики и календарики с аниме ищу там может где-то есть мадока увидела только one piece но вам без ничего не хотелось хотя я где-то там на 130 какой-то серии из всех 700 или сколько их там сейчас в общем ну я смотрю спросила девочки она поняла что такое мадок она сказала нет назвала какой-то такой анимат вот оно есть а мадоки нет это есть из те два человека которые про мадок узнали слышали в курсе были я так стою что-то так залипаю 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 слышу фоном они что-то шу-шукаются потом хотим тебя календарь подарить тут есть хэллоу китти а я завороженная такая груда да хэллоу китти фига хэллоу китти и а конца не хэппи люди не знают да это я тут такой фанат фэрри тэйл в общем я теперь есть календарь с фэрри тэйл точнее с хэппи из фэрри тэйл и он будет потом в обзоре посвященным подарком и нашему обмину ну и короче говоря я так хожу хожу там спрашиваю мадока есть смотрят знаете вот две трети три четверти смотрели как на и планетяне на мадока у меня полное название стала не говорить говорить думал фиг знает может они то вообще в трасс падут короче поняла что ни черта нет про мадоки ну да ладно это минус минус 2 я думала что ярмарка аниме это как минимум хотя бы два косплеера ну хотя бы один нет косплееров вообще как бы выразиться так чтобы не обидеть людей да в общем школьники в основном там тусили ну может какие-то там 19 20 25 лет я такая там был такой один красивый мальчик мне было жутко стрёмно его фото во первых я не знаю красиво ли он просто я запала только на бородку и на татуировку ниже локтя по руке по моему так и станка мне стоял наверно это левая рука была чем раза три его видела там у него вроде еще длинные волосики быть с хвостиком в общем такой чувак клевый и я так не нашла была волонтером таким вот прямоугольником все действие стоит там два-три лотка еще где-то фоном куча народа вообще не протолкнешься я такое попало в первый раз найти в метро там в какой-нибудь в москве питере час пик вот это отдыхаю такое вот конкретно вот тут было похоже что это аниме ярмарка по крайней мере было похоже на ту серию я требую его я относительно камикета ну и дальше значит ну я думаю ну ладно мадуки нет я же пришла еще за вкусняшками пошла из к вкусняшки нас слышу там что-то где-то обсуждают просила девочки нагреть туда подальше смотрю такая вот не протолкнешься рядом с игрушечками кому интересно у меня в контакте есть альбомчик открытый там прям на стене и на странице канала тоже там репост этих фотографий как раз там есть кадры этих игрушек которые находились рядом со вкусняшками ну я в общем подхожу девчонкам говорю они говорят купи говорит нам это этих своих моти там я что-то так не думаю ну и на двое ладно пока я ждала свою очередь там это вот так вот я уже подошла я уже поняла с какой стороны можно к этому подойти понять вообще что это там ли я стою в общем у меня вкусняшки обошлись на 460 рублей это вот такие вот манга 9 штучек точнее 90 грамм 3 штучки 150 рэд я их еще не открывала уж у меня придет моя тетушка я думаю мы с ней их хомячим вообще пробовала лет пять или шесть назад моя подруга да у меня есть подруга такая 70 с чем-то летняя тетя Валя привозила у меня из японии какой-то мармелад японский еще какую-то такую я не помню уже как-то называлась выглядела точнее как назывался вообще не в курсе что она сама не помнила а как выглядела там такие зеленые оранжевенькие такие были штучки сухонькая еще какая-то фигня ну короче вкусная непонятная штука еще какие-то конфетки из морковки на все помню как же так вот у них ни черта нет нет растительности они бедненькие делают себе конфетки из морковки вот такая вот это это вообще благодаря нашему японисту он где-то там вся фут ел и я потом узнала что вот чего чего же все-таки лопа от кёка в призрачной арке и голову мне только так ну короче это соломка в шоколадной глазури со вкусом банана поки 140 рублей 25 грамм совсем чуть-чуть я вчера две соломинки и слопал хотела вообще сейчас вам продемонстрировать как я емная какао уже допила в общем сейчас скажу сколько тут их тут было 12 штук сейчас осталось здесь потому что две созрала благополучно вчера вот такая вот штучка действительно вот будто вы лопаете банан но это в принципе обычная соломка и как наш товарищ по счастью смысле адаптации они манги писался вконтакте что русская соломка дешевле и вкуснее но не надо насчет дешевле но смысла дешевле это дешевле но вкуснее ну может может купить обычную соломку рашкинскую и сожрать ее вот с этим банан еще банан из того обзора короче довольно интересная вкусная вещь но да и ладно что за такие деньги но почему так мало в общем это тоже свою тетушку угощать и вот уже открытый пакетик тоже этой тимоти тут 170 рублей а за 100 грамм и вот такой вот двух видов короче говоря тут у нас маття и адзуки адзуки я так насколько помню ну если я что-то переврала вы меня поправите в камень так это кстати дайфуку ассорти адзуки то у нас начинка и это по-моему бобы какие-то сладкие что в этом роде или паста из бобов ну короче товарищ там тоже проповедовал и вообще в аниме проповедовали в каком-то аниме я не помню как он вообще о чем он что там было если путаю ему возможно в общем есть какой-то аниме девчата на колесах если там была какая-нибудь моти мотя или что-то в этом роде то зелененький такой человечек то вот это оно оттуда вот я там все как увидела как захотела в общем было три вот таких это с матей и четыре вот таких это уже вот без мать и ну короче тут у нас все крейки рис в основе то сейчас или даже попытаюсь это поставила на время не смотрю не заметила точнее скрыла вот такой вот шарик тут мне там просил вкусняшку на камеру попробовать извиняюсь у слабонервных за мои молочные зубы я не знаю с чем сравнить чем передачу понятно было вообще лучше покупать и пробуйте да довольно интересная прикольная штука это я уже оставлю свои ротни ну в общем как никаких кастлееров куча народу ощущение что ты но не было ощущения что я на аниме ярмарке вот когда я туда шла у меня под какой-то ну может минут за десять до прихода у меня начало такое состояние быть что я себя частично атаку почувствовала внезапно мамами таки глаза же ты пришла ну никакой эйфории что вот у я на аниме ярмарке впервые в жизни ну там девчонки увидели по моему своих этих ученик учая учеников в этом роде я точно не помню короче каких-то знакомых ну там гарри поттер был как аленка мне сказала в общем как было заявлено что там сериалы аниме мультики игры и фильмы еще какая-то фигня но как-то это я потом еще в общем случилось страшное у меня внезапно раззарядилась батарейка вообще я вчера пофотографировала возможно из-за этого вообще что-то она стала плохо держать или плохо у меня заряжает но суть такая что в общем я остановилась на том что я перестала отзывы сегодня утром лёша телефона об этой ярмарке аниме каме и поняла что она мало того что проходит не в первый раз это я так поняла еще до этого вот ко мне кот на стол ездит то что еще она мягко говоря проходит всегда в таком формате грубо говоря рыбок и не всегда казалось что вот сначала товару много потом меньше 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 народу больше 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 тут получил наоборот где-то уже около четырех народ чуть-чуть по адрес ассовался и мы в четыре чем-то уходили и вот он уже меньше меньше туда уже как-то шли вот мне попало даже мы выходили там из этого павильончика пара малых людей скорее всего школьники которые шли за сумками между собой говорили интересно в чем тут сумки есть ли еще эти сумки они видят эти сумки были в общем вот здесь вот допустим я это эти тетрадочки а слева от меня если налево пойдете то на сумки попадете как раз эти были сумки с аниме и героями там и всякими фильмами и прочей фигней такого типа в общем впечатление у меня как рынок обычный такой рынок и я не люблю рынок да много народу вечно не протолкнешься куда-то и ползут медленно ты спешишь тебя побыстрее там что-то тебя глянуть и увидеть купить а тут все толкают стал ползут в общем ощущение рынка ощущение не не мы никакого такого вау-вау-вау восторга и вот если я ждал там мы шли и аленка говорила что я думаю что тебя будет восторгов от встречи 70 процентов и 30 где-то так аниме-ярмарки то я дуэщи сказал да не я вот думаю что наоборот будет в результате у меня было 75 процентов где-то даже 80 процентов радости восторгов это вот всех восторгов это от встречи девчонками и 20 где-то 20-25 максимум процентов это от самой ярмарки аниме как мне сейчас уже вот в вон тактике пока у меня там заряжался аккумулятор он не совсем конечно зарядился ну я чуть позже потом еще запишу пару обзоров возможно даже не пару возможно все таки запишу еще то как если все таки мне хватит времени и настроение возможности сделать этот теперь которые все планируем на камеру самопальный короче вот тут на одну палочку уже стало меньше еще меньше на одну пойки а как мне сказал нашли по низу типа вот и ходи на нормальные кослы и они на это на такие ярмарки если бы они еще были в зоне досягаемости чтобы не надо было ехать допустим москву и думать где бы там заночевать у кого вписаться на опыта или в пиллер вообще гнаться я знаю что у меня есть там приятель который если вдруг это увидит то потом уже же вы вывод что я вот тебя приглашаю но он обычно приглашает а как дело до вписки доходит так все финито начну и на вокзале да там где-то надо заранее там подстраховываться в хостеле и гостиницу там еще что-то еще одной как-то перейти как-то стрёмная но мне лично стрёмно в я реки еще ладно можно было приехать если бы я знала точно просто я не очень помнила где этот старый город находится девчонкам большое 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 спасибо что они все-таки согласились со мной пойти потому что ну вот это мое увлечение им она вообще как-то дико и да кстати я их потом сагитировала наверно своими восторгами они все-таки закупились немножко вот этими вкусняшками валенки обзоре они уже есть вот такие только то с кокосом это купила дверь и что-то так лоханулась а и по-моему там я не знаю было приехали не было но общем купила себе и им отдала ничего тут на полтора что-либо короче говоря они потом себя закупили еще этих вкусняшек правда ленка ждала мятного шоколада я тоже не отказалась но как-то вот хиленько густенько но как говорится плохой опыт тоже опыт в общем если вы досмотрели до конца этот видос то я очень рада всем спасибо и всем как говорит настя зарезкая всем спасибо всем пока Excuse me спасибо Спасибо за субтитры factory containment uuuu дело след 至